Лето провели все по-разному, а мне посчастливилось попасть в лагерь Артек. Сегодня меня одолела такая ностальгия, и я решила одеть свою артековскую форму и прогуляться по городу. Вы, ребята, молодцы! Артековцы! Наш любимый Артек! Не забудем комик! Наш любимый Речной! Мы навеки с тобой! Я очень скучаю по Артеку, потому что там было очень весело и очень приятно. Артек – это необычный лагерь, потому что только там много всего интересного, и в других лагерях не так интересно, как там, и не так весело. Если бы была возможность, я бы сейчас поехала, мне там очень понравилось. Любите Артек, потому что он очень хороший, и берегите воспоминания о нем. Мне очень понравилось в Артеке, там очень интересно, очень все красиво и очень хорошая природа. Вот так встреча! Артековец Артековцы всегда рад. Еще моя мама говорила, что ребята, которые приезжали из Артека, были очарованы этим лагерем. И сегодняшний день не исключение! Артек – международный детский центр в Крыму на побережье Черного моря. В прошлом это самый знаменитый пионерский лагерь Советского Союза, который был открыт 16 июня 1925 года. Отдыхающих тогда насчитывалось всего 80 пионеров. В годы Великой Отечественной войны Артек был эвакуирован в предгорье Алтая в Белокуриху. После распада СССР до марта 2014 года он принадлежал Украине и назывался Международный детский центр Артек. Но во все времена он оставался сказочной страной детства, и мне посчастливилось побывать в этой стране. Детский центр Артек включает в себя созвездия лагерей – морской, янтарный, хрустальный, полевой, лесной, озерный, речной, лазурный и кипаристный. Я отдыхала, на мой взгляд, в самом крутом лагере речной. Попав в 11-й отряд, я быстро подружилась со всеми ребятами. Наш день всегда начинался с веселой и зажигательной зарядки, после которой у нас просыпалось желание сделать что-то интересное и необычное. Например, наш отряд организовал конкурс «Машина времени», благодаря которому мы побывали в разных эпохах прошлого и даже заглянули в будущее. На регулярных концертах ребята раскрывали свои многочисленные таланты, а на галоконцерте уже показывали лучшие номера. Рядом с творчеством кипели спортивные страсти, начало которым было положено открытием нашей Олимпии. Мы купались, загорали, играли в артбол, в общем, свободного времени почти не было. Ведь еще надо было успеть побывать в музее Артека и посмотреть другие достопримечательности Крыма. Незабываемым было наше покорение горы Аюдак, где мы встречали рассвет. Это просто непередаваемое ощущение и восторг. И куда же без дня Нептуна? Спортивные страсти на воде принесли нам немало переживаний. В нашем лагере были два особенных отряда. Один туристический, другой морской. Морячки целыми днями учились связать узлы и выходили в море. Гребли на веслах мальчикам пошла на пользу, а туристы исследовали все округу. Финалом нашей восьмой лагерной смены, которая проходила под девизом «Нас друзья по всей планете» был творческий бенефис. За время, проведенное в Артеке, мы все очень сдружились, а вожатые нам стали почти родными. Не знаю, получится ли у меня еще раз побывать в Артеке, но этот необычайный дух дружбы и творчества я обязательно постараюсь передать своим друзьям и одноклассникам. Субтитры создавал DimaTorzok